Привет, это Хэттрип. Нингуан является одним из лучших геодамагеров в игре и она вносит поистине много урона. Сегодня я расскажу тебе о том, как собрать лучший набор артефактов для персонажа, какое оружие лучше всего подойдет герою, а также какие таланты и в какой последовательности качать. Начать стоит с разбора способностей. Простые атаки являются геоснарядом, который Нингуан запускает по прямой. После каждого попадания по цели за спиной персонажа появляется звездный нефрит, который наносит дополнительный урон при использовании заряженного выстрела. Заряженный выстрел собирает весь звездный нефрит и устремляет его по направлению противника. При наличии хотя бы одного осколка звездного нефрита, затраты выносливости на заряженную атаку обнуляются. Элементальным навыком Нингуан ставит нефритовую ширму, которая блокирует вражеские снаряды, летящие в нее. Объем прочности ширмы зависит от максимального здоровья персонажа. Также при прохождении через ширму активный персонаж получает бонус на 12% геоурона. С помощью ульты мы запускаем огромные куски нефритового врагов, наносая сокрушительный урон. Также если на поле боя есть ширма, она уничтожится и выпустит дополнительные нефритовые осколки. Запасной план. Это первая пассивная способность, благодаря которой при наличии у Нингуан звездного нефрита, заряженная атака не будет потреблять выносливость. Стратегические запасы. Это вторая пассивная способность, которая дает 12% бонусного геоурона на 10 секунд персонажу, прошедшему через нефритовую ширму. Рок изобилия. Это приятная пассивная способность, которая отмечает расположение руды на миникарте. Порядок развития навыков предельно прост. Мы развиваем все способности равномерно вплоть до 6 уровня, после чего акцент делаем на ульту и простые атаки. Пришло время подобрать для Нингуан достойное оружие. Молитва Святым Ветрам. Является лучшим оружием для персонажа. Оно дает нам огромный бонус элементального урона просто за нахождение на поле боя. Нингуан гео-персонаж и не зависит от реакций, а значит мы можем себе позволить как можно дольше находиться на поле боя. Небесный Атлас. Шикарное оружие, дающее нам силу атаки и обладающее прекрасной способностью. Отличное решение для персонажа. Истина Кагура. Просто оружие с критами. Не прибавить, не отнять. Способностью мы воспользоваться не можем, но хорошая база и прибавка крит урона отлично нам послужат. Память о пыли. Шикарное оружие, дающее нам тонну силу атаки за нахождение под защитой щита. Отличное оружие с простой и понятной способностью. В категории на 4 звезды стоит упомянуть лишь самые полезные катализаторы. Песнь Странника. Довольно спорное, но неплохое решение. Оно обладает рандомным эффектом, что негативно сказывается на уроне персонажа. Но если нам будут выпадать нужные бонусы, оружие способно превзойти многие пятизвездочные книги. Также чем выше уровень пробуждения, тем полезнее становится катализатор. Истории Додока. Если у вас есть данная книга, то она отлично вам послужит, ведь дает очень приятные бонусы и кучу силу атаки. Око Клятвы. Сильное и бесплатное оружие, дающее нам силу атаки и восстановление энергии и спасивки. Оно не только увеличивает наш урон, но и позволит использовать ульту сразу после перезарядки. Солнечная Жемчужина. Отлично нам послужит благодаря отличной прибавке шанса крита. Также оружие способно увеличить урон простых и заряженных атак, что явно будет очень полезно. Морской Атлас. Конкретно лучшее бесплатное оружие. Оно дает нам отличную прибавку элементального урона за факт проведения элементальной реакции. Так что проблем со способностью у нас точно не будет, ведь активировать реакцию кристаллизации довольно легко. Приступим же к разбору созвездий. Первое созвездие. Теперь при попадании обычной атаки наносят урон по площади. Второе созвездие. Разрушение нефритовой ширмы сбросит ее перезарядку. Данная способность возникает раз в 6 секунд. Третье созвездие дает нам 3 добавочных уровня к ульте. Четвертое созвездие. Вышает элементальное сопротивление персонажей, находящихся рядом с нефритовой ширмой на 10%. Пятое созвездие дает нам 3 добавочных уровня к элементальному навыку. Шестое созвездие. После активации ульты дает Нингуан 7 камней звездного нефрида, который отправится во врагов со следующей заряженной атакой. Это крайне сильное созвездие, ведь оно возводит весь наш урон в абсолют. Теперь можно поговорить о наборах артефактов и параметрах, которые мы будем у них искать. В кубке нам всегда нужен бонус геоурона. В часах ищем силу атаки, а в шапке ловим крит шанс или крит урон в зависимости от того, что нам нужнее. Лучшим решением на данный момент можно назвать комбинацию из двух частей архаичного камня и двух частей церемонии древней знати. Она обеспечит нас наиболее стабильным уроном при минимальных вложениях. Таким образом мы усилим ульту и наши атаки на максимум. Также можно использовать две части гладиатора и две части архаичного камня. Это тоже стабильная комбинация, которая поможет нам заносить отличный урон. Имеется вариант использовать полный комплект странствующего ансамбля для максимизации урона заряженных атак. Хоть это и не самый лучший вариант, но в качестве временного решения рассмотреть его все же можно. Разговор о напарниках будет очень коротким, ведь в построении групп нет особых предпочтений. Нам идеально подойдет Беннет для лечения и прибавки силы атаки. Еще довольно хорошо будет смотреться любой перспонаж из подсобной наносить много урона из кармана. Такими героями могут стать я и Мика, Син Цю, Елан и Фишель. Также нам потребуется второй гео-персонаж для создания георезонанса, а также персонаж, дающий нам щиты. Идеальным вариантом будет Джун Ли. Также можно использовать Диону или Тому. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, этот гайд оказался для вас полезным и помог в понимании персонажа. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok